Совещание исполняющего обязанности 20 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с представителями правоохранительных структур. Президент отметил, что на силовых структурах лежит ответственность по обеспечению правопорядка в стране. Но зачастую в самих структурах ситуация складывается довольно сложная в этом отношении. Президент подчеркнул, что в частности это касается соблюдения правил дорожного движения. Рауль Хаджимба поручил проконтролировать использование специальных сигналов на машинах, а также не допускать передачу служебных номеров Министерства внутренних дел. В случае использования спецсигналов не по назначению, изымать их и складировать. Глава государства поручил провести проверки на предмет выявления сотрудников, употребляющих наркотические препараты в государственных структурах. Рауль Хаджимба подчеркнул, что проверки будут проводиться во всех ведомствах в присутствии сотрудников СГБ и МВД и под контролем администрации президента. Он также поручил не допускать ношения оружия с сотрудниками правоохранительных структур вне рабочего времени, а также изымать незаконное оружие. 16 и 18 октября исполняющий обязанности главы администрации Галского района Тимур-Надарая провел плановые совещания с начальниками отделов и главами администрации сел. На совещаниях обсуждались вопросы, касающиеся жизнеобеспечения района. 16 октября в понедельник исполняющий обязанности главы администрации Тимур-Надарая провел совещание с начальниками отделов. Начальник финансового отдела Нина Гунчадзе отчиталась об остатке по земельному налогу за 2017 год, который составил 7 255 000 рублей, а арендные платежи на землю 7 300 000 рублей. До конца 2017 года в районный бюджет налог на прибыль должен поступить в размере 1,5 млн. рублей. Уководство каждого предприятия района отчиталось о доходах и расходах. Тимур Нодарая поручил начальнику экономического отдела пересмотреть все договора с фирмами, которые взяли земельные территории в аренду, но не оплатили за них до сих пор. Начальник Галского филиала РУП Черноморенерго Ниазч Гринайя сообщил о том, что в Галском ПВС установлен трансформатор для бесперебойного снабжения электроэнергией. В заключение совещания глава района поручил начальнику прогностического анализа Рамину Чехерия предоставить концепцию экономического развития Галского района до 2025 года. В среду 18 октября исполняющий обязанности главы администрации провел плановое совещание с главами администрации сел. В начале совещания Тимур Нодарая потребовал предоставить список лиц, особо нуждающихся в гуманитарной помощи. Все главы администрации сел предоставили списки нуждающихся общей численностью 442 семей, в число которых входят пенсионеры, инвалиды, многодетные, малоимущие. Глава района дал поручение заместителю Вахтангумаан равномерно распределить гуманитарную помощь. Талий Тимур Нодарая поднял вопрос о вакцинации крупного рогатого скота. По району от надулярного дерматита скончалось около 50 голов крупного рогатого скота. Ранее глава района обещал, что изыщет дополнительные средства для закупа вакцины, чтобы применить ее в тех селах, где еще необходима вакцинация крупного рогатого скота. Все главы администрации села отчитались о сборе налоговых и арендных платежей за прошедшую неделю. Остаток земельного налога за год составил 4 млн 615 тысяч. Остаток арендных платежей – около 7 млн рублей. Выполнили годовой план села Ряб, Шашиквара, Аберкит, Алакумхара. В совершении совещания начальник Галского отдела паспортного управления МВД Республики Абхазия Тимур Минай сообщил, что 720 документов вида на жительство готовы к выдаче. Со следующей недели один инспектор будет принимать документы для получения паспортов и вида на жительство, а двое инспекторов выдавать уже готовые документы. В Москве на площадке НИА Интерфакс 18 октября прошла презентация программы экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. 25 шагов развития экономики Абхазии, а также плана ее реализации. Мероприятие организовано Московской и Абхазской диаспорой. В презентации приняли участие премьер-министр Абхазии Беслан Барциц и министр экономики Республики Абхазия Адгур Арзенба. В рамках презентации были представлены меры по улучшению условий для развития приоритетных отраслей и кластеров экономики Абхазии. Обсуждались основные идеи программы и планы по ее реализации. Исполняющий обязанности главы администрации Галского района Тимур-Надарае 19 октября провел рабочую встречу с региональными представителями УВКБ ООН Йоханнесом Вандерклау, заместителем регионального председателя УВКБ ООН Йоко Акасакой и главой офиса Азизом Рахджо. Речь шла об общей ситуации в районе. Исполняющий обязанности главы администрации Тимур-Надарае ознакомил с рядом существующих проблем, где их совместное сотрудничество и помощь может изменить ситуацию. Представители УВКБ ООН заявили, что международное сообщество готово оказать посильную помощь в решении проблемных вопросов, которые существуют на сегодняшний день в районе и в стране в целом. Наш город Гал изменился за последнее время. Какие работы проведены, что еще предстоит сделать для благоустройства города, смотрите в нашем следующем репортаже. Калский район сильно изменился за последнее время. Несмотря на огромный объем работ, которые предстоит сделать по улучшению инфраструктуры и благоустройству города и сел, немало уже сделано и многие сложности преодолены, а жизнь гальцев постепенно налаживается. Радует то, что несмотря на трудности, с которыми сталкиваются жители города, оптимизм и надежда на светлое будущее не покидает горожан. Ну, последние годы извинилось много что. Здесь невозможно было пройти, если помните, дорога была очень плохая, коммуникация тоже очень плохая здесь даже не существовала. А сейчас в данное время нормальная дорога, нормально можно ходить и машины нормально ходят. Так что извиняется много что, вот фонтан сделали, сделали освещение, сделали парк тоже почистили и лучше выглядеть, чем 3-4 года назад. Здесь родились дети Абхазии, так что мы свой город уважаем, любим, и хотим, чтобы он расцветал, как оно говорится. Вот это самое главное, когда здесь все будет хорошо, все будут рады. Вот это самое главное. Много сделали, как оно говорится, город более красивее стал, когда ночью выходишь, как кажется, на душе приятно. Все меняется, дети свободно себя чувствуют. Завтрашний день должен быть лучше, чем сегодняшний. Так что все к лучшему. По сравнению с предыдущими годами город плотно заселен. Во всем заметна положительная динамика. В районе рынка построили новые торговые магазины, супермаркеты и бутики, а это, соответственно, новые рабочие места. Гал – один из важнейших городов Республики Абхазия, так как он расположен недалеко от приграничной зоны. Он стремительно восстанавливается, развивается, благодаря слаженной работе администрации города. В последнее время он особенно преобразился, стал чище и светлее. Восстановлены мосты, установлено светодиодное освещение. О проведенных работах и о том, что еще предстоит сделать, рассказывает начальник управления городского хозяйства Астамура Сландзия. Работы, которые у нас были запланированы с прошлого года, там это такие работы, как ремонт мостов. Вот в этом году мы проводили такое вот мероприятие по мостам. Здесь в городе как бы малозаметные небольшие есть речушки, количество мостов тоже немало. Вот включая центральный мост у въезда в Галский район, в город Гал, на канале. И далее вот по городу нами было отремонтировано 9 мостов. В том числе вот проведено 2 моста, проведено капитальный ремонт, а по другим мостам там освещение, там покраска бордюров, перил. Весь у нас в одном месте мост, где мы вообще перила отсутствовали, там тоже восстановили перила. Помимо таких мероприятий, еще у нас в этом году создана бригада, которая специализируется именно на работе по водоснабжению и канализации. Во главе с Полико Чаава, 4 человека у него в бригаде рабочих, и они занимаются работами по канализации. Нам были проведены работы по очистке канализации, это вот силами ремонтно-строительного управления ЛИПСАЯ, были проведены работы по очистке канализации центральной трассы. А вот бригада управления городского хозяйства, она занимается уже внутригородскими канализационными сетями, которые на самом деле оставляют желать лучшего. В планах у нас восстановление освещения в городе, как бы есть у нас улицы, которые практически не освещенные, такие улицы есть, планируем провести работы по их освещению. Так вот, у нас и по этому направлению тоже проведены работы по восстановлению освещения. Например, у нас плафонов, вот в этом году мы где-то приблизительно на 100 тысяч рублей было приобретено нами плафонов новых и заменены по улице Самурзаканской, по Багапша, по улице Леона, по центральной части вот возле площади. Планируем продолжить работу в этом направлении, уже как бы провести работы по освещению, восстановлению, где были уличные освещения, вот это планируем там восстановить их. В дальнейшем мы своими силами здесь на месте договорились с одним предпринимателем, изготовили 30 таких контейнеров. И вот сейчас, буквально два месяца тому назад, благодаря правительству Республики Абхазия, там был завоз мусорных контейнеров, и по распределению нам выделили 50 штук. Вот для сравнения, в прошлом году у нас было 8 штук, а сейчас у нас есть 80 штук. Но практика показывает, что нам этих контейнеров тоже как минимум нужно еще в два раза больше. Любуясь ночным видом города, освещенными улицами, понимаешь, что город живет и развивается, а гальцы уверенно смотрят в завтрашний день. В средней школе номер один были проведены итоги конкурса «Лучший урок года-2017». Об этом смотрите в нашем следующем репортаже. 22 октября в средней школе номер один имени Аза Агумава были подведены итоги конкурса «Лучший урок-2017», который организовала методист русского языка и лидературы Ниночки Ринаи. Сегодня мы подводим итоги конкурса «Лучший урок года-2016-2017 учебного года». Победившие у нас 7 учителей, которых мы сегодня награждаем дипломами. И, конечно, в честь таких учителей мы проводим еще мероприятия. Наши зернышки, маленькие детишки украсят, конечно, и повысят настроение. Надеюсь, что сегодняшний день нам принесет очень много удовольствия. Я благодарна им за вот эту поддержку и пожелаю им в дальнейшем побеждать не только на районных мероприятиях, пусть они будут в ближайшем скором победителями и республиканских конкурсов, пусть даже федеральных, мы будем только рады. Участниками конкурса являлись учителя общеобразовательных школ Калского района. Объявление итогов конкурса началось с выступления учащихся, которые декламировали стихотворения об учителях, пели песни и исполнили абхазский танец. После чего Нина Чгириная объявила об официальной части мероприятия. Целью районного конкурса было выявление профессиональных работников образования, сказала она. При проведении конкурса жюри обращало внимание на составление поурочного плана, формирование этапов урока, использование современного оборудования и активность учащихся. Сегодняшнее мероприятие посвящено учителям, педагогам, которые приняли участие в конкурсе в 2017 году, конкурс педагогического мастерства. И, значит, они проводили открытые уроки районного масштаба, затем было составлено жюри, которое отобрало наилучшие уроки и подводит сегодня итог открыто и качественно. Председатель комиссии Медея Кокачи выразила благодарность всем участникам конкурса, объявив победителей и вручив им крамоты, дипломы и цветы. За педагогическое мастерство и вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения в конкурсе «Лучший урок» 2017-го были награждены дипломами первой степени «Нана Дочия» и «Вета Звиделава» «Мамука Микая». Дипломами второй степени «Майя Закарая», «Цыра Шубладзе», «Падри Протсхурая» и «Нистан Пепия». Церемония награждения завершилась лезгинкой, которую исполнили учащиеся первой школы в честь победителей конкурса «Лучший урок» 2017. Анжела Убилава, Пижам Микава, Парис Цацуа, Гал ТВ. А сейчас новости спорта. Чемпионат Республики Абхазия по карате прошел в городе Ткварчал. Те принимали участие 28 ребят из спортивно-оздоровительного клуба города. Как прошли боевые состязания, какие достижения у наших спортсменов и награды в подробностях нашего репортажа. 20 октября в городе Герой Ткварчал в спортивно-оздоровительном зале прошел чемпионат Республики Абхазия по восточному единоборству, который организовал президент Федерации карате Али Гварамия. В спортивных состязаниях приняли участие около 200 ребят из разных городов Абхазии. Глава администрации Ткварчалского района Аида Чачхалия поздравила всех с открытием чемпионата и пожелала спортсменам огромных успехов. Спортивную делегацию из города Гал представляли 28 каратистов разной возрастной категории. Под руководством тренеров, обладателей черного пояса Тимура Цзюжея и Гочи Гугохия. Спортивно-оздоровительный клуб, который они возглавляют, функционирует уже с 1999 года. Многие спортсмены, которые раньше только учились карате, теперь сами обучают других. Некоторые из них являются кандидатами мастера спорта Эльдар Минджи и Уто Закарая. Карате – одно из самых популярных японских боевых искусств. Система защиты и нападения. Спортивные соревнования проводились по двум программам. Ката – воображаемый поединок с противником, и кумите, что представляет собой спарринг. Целью спортивного карате является не только получение разрядов и званий, но и пропаганда здорового образа жизни. Суть карате – постоянном совершенстве тела и духа. Благодаря изнурительным тренировкам, правильному распорядку дня, упорству, целеустремленности и воле к победе, наши спортсмены в обоих этапах показали отличные результаты, даже несмотря на то, что многие из них были в первый раз. Первые места по ката и кумите достались Лизе и Лелич Гириная, Олегу Кобалия и Гоге Циколия. Многие ребята из разных возрастных категорий стали призерами. Организатор чемпионата Али Гварамия рассказал о самом соревновании и нашей спортивной делегации. Мероприятие прошло очень хорошо, на высоком уровне. участников было около двухсот человек примерно. Много участников себя хорошо показало. Каждый раз, когда принимаю гостей на чемпионат любой Абхазии, или какой бы ни было, приглашаю из города Галл моих друзей, которые инструкторы Гогохия Гоча и Джаджая Димур. Они тренируют детей в Галле, хорошие спортсмены. Сегодня себя показали очень даже достойно. Много первых, вторых, третьих мест. И по ката тоже они себя хорошо показали. Есть те ребята, которые вообще впервые выступают. И они тоже с достоинством выступили и показали себя хорошо. Тренер спортивно-оздоровительного клуба карате Тимур Джаджая выразил благодарность за приглашение и оказанную помощь. Карате учит нас не только развиваться физически, а учит нас соблюдать этикет дисциплины, нравственности, усовершенствование характера. Спасибо хочу сказать тем людям по Гальскому району, которые организовали наше участие в этом чемпионате. И спасибо хочу сказать директорам школы, так как они дали нам возможность позаниматься и создать условия, которые нам было необходимо. Участники чемпионата продолжат спортивные тренировки и будут готовиться к очередным состязаниям, победам и достижениям. А самое главное, будут вести здоровый образ жизни, что и является целью всех спортивных соревнований. Анжела Убилава, Гела Закарая, Парис Цацуа, Галт-ТВ В завершении информационного выпуска «Коротко о погоде». На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Абзиарас. Чекиро ордат.